Данил Семенович, пристальное внимание практически всей республики сейчас приковано к ситуации, произошедшей в Уснере, где прорвало канализацию и буквально полпоселка утопало в фекальных водах. Расскажите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела там? Вообще в поселке Уснера у нас имеется 46 кондиционных насосных станций. Из них на данный момент 37 кондиционных насосных станций находятся в работе. Из них подключено тепло 21 кондиционная станция. То есть 16 работают без тепла, но функционируют. На данный момент идут восстановительные работы. Сейчас с Магадана доставлены материалы для замены кондиционных труб в объеме 5 тонн. И работы ведутся. Сейчас восстанавливается 200 метров трубы. Ситуация находится под контролем. Сейчас была проведена работа по передаче на обслуживание всех этих кондиционных насосных станций на муниципально-унитарные предприятия. Было принято решение представительным органам местного самоуправления поселка Уснера о передаче этих кондиционных насосных станций на уровень муниципального района последующей его оформлением и передачей на обслуживание МУПХОТОЙ. Но обслуживают эти кондиционные насосные станции ООПЕРСЕЙ, которые за период начала подготовки ОЗП отопительного сезона ни одной работы не провели. Администрация поселка не предприняла никаких мер. И мы, когда проводили совещание по этому поводу, были приняты определенные решения. Эти решения администрации не были исполнены. И ситуация вышла из-под контроля. Но в этой ситуации мы сейчас предпринимаем все усилия совместно с надзорными органами Роспотребнадзором, прокуратурой и другими органами. Роспотребнадзором было предписано предпринять определенный план мероприятий по устранению сложившейся ситуации, чтобы у нас весной, чтобы люди не заболели какими-то заболеваниями. Сейчас в плане работ по устранению тоже предусмотрены эти мероприятия. То есть в последующем после устранения будут предприняты действия по обеззараживанию тех розливов, которые сейчас были произведены. Вот как раз по этому поводу хотели уточниться, потому что придет весна, естественно, начнутся проблемы. То есть по этому поводу можно жителям не переживать. Да, мы будем контролировать, Роспотребнадзор держит это на контроле, и прокуратура тоже берет на контроль все эти действия. Также, чтобы в последующем это не повторялось, конечно, ООО «Персей» не занималось своей экономикой, своим предприятием, и муниципальное образование тоже не занималось. Сейчас фактически это предприятие находится в предбанкротном состоянии. Они не обращались в органы регулирования по тарифам, они только производили индексацию этих тарифов, соответственно, у них объемы оказываемых услуг ежегодно уменьшались, соответственно, тут экономика предприятия тоже пришла в такое положение. Но на федеральном уровне тоже принимаются изменения в законодательстве, чтобы такие действия не приводили к таким плачевным ситуации. На данный момент сейчас Минстроем вносятся изменения в части того, что органы местного самоуправления, они занимались своими муниципальными предприятиями. Сейчас вносятся изменения в части того, чтобы муниципальные унитарные предприятия, практически их не должно быть. Если орган местного самоуправления хочет, чтобы было его предприятие, то, соответственно, оно должно нести субсидиарную ответственность. Соответственно, форма предприятия должна претерпеть изменения в виде казенных предприятий. То есть бюджет муниципальных образований, он должен напрямую отвечать за действия своих предприятий. Скажите, а вот при проверке по факту уже случившегося, выяснилось или нет? Допустим, может быть, люди обращались в администрацию или в эту управляющую компанию. То есть были какие-то заявки о том, что, ребята, вот может так случиться. То есть хочется понять, почему из-за споров двух хозяйствующих объектов, субъектов, пострадали люди. Может быть, люди не платили или просто не было. Кто виноват? Ну, люди, они как бы платят. Среднее поступление, оно не хуже, не лучше, как у других субъектов. А также там где-то 30% оно субсидируется из республиканского бюджета. Субсидии тоже по предоставлению отчетов своевременно перечисляются. Поэтому здесь тоже мы будем проводить проверку, как используются эти средства. Средства субсидий и средства населения. Зима диктует свои правила и тема тепла, конечно, на сегодняшний день актуальна. Скажите, насколько в полном ли объеме завезены топливно-энергетические ресурсы для нужной республики? И сколько еще осталось завести по зимнику? Навигация у нас прошла, завершилась. Мы подвели итоги. План, который был по зимнику поставлен, он полностью выполнен. Конечно, там у нас планировалось 565 тысяч тонн, а мы завезли 558 тысяч тонн. Но это связано с корректировкой планов. Часть объемов перешло на зимники. То есть объем навигации полностью выполнен. В части предстоящей подготовки к перевозке автозимников мы тоже ведем эту работу. На данный момент все планы сверстаны, объемы определены. Также мы работаем по открытию автозимников в совместном естественном транспорте. Нами им были предоставлены объемы уже имеющихся запасов. До какого времени эти запасы могут... Ну, до какого времени Министерство транспорта должно обеспечить открытие этих зимников. Запасы эти у нас обеспечиваются до января, некоторых до марта, до февраля. По каждому населенному пункту по-разному. Ну, для этого у нас были скорректированы в прошлом году эти страховые запасы и немного увеличены сроки для обеспечения. Ну, чтобы как в прошлом году не было такого, что в случае таких ситуаций мы могли пользоваться этими запасами. То есть страховые запасы, они немного увеличены. Скажите, а прогнозы, согласно погодным прогнозам и так далее, то есть у нас с зимниками... Мониторите эту ситуацию? Да, мы, конечно, мониторим. Также в Министерстве транспорта в этом году закуплена техника дополнительная для обеспечения открытия зимников своевременно. Малотоннажная техника закуплена. Работа ведется и все находится под контролем. Хорошо. До конца этого года планировалось определить региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как проходят конкурсные процедуры по выбору региональных операторов? И кто будет обслуживать арктические именно районы? Ну вот у нас регион был разделен на пять зон. Это арктическая северная территория, центральная – это город Якутск и близлежащие районы. Это центрально-восточная, это заречная группа районов, тампонский, усмайский, аймеконский район. И южная – Нерингриалдан. Также западная – это Мирненский, Ленский, Алёкминский и Вилюйский группы районов. Исходя из этого, нами были проведены конкурсы. По южной зоне отобран оператор – это МУК-переработчик, который расположен в южной зоне. Западной – выбран Мирненское предприятие жилищного хозяйства. Центральная зона у нас еще не определен. Конкурс был объявлен, но из-за разбирательства Уфасия у нас этот конкурс не состоялся. Но на данный момент объявлен повторный конкурс. Но центральная и восточная зона тоже еще не определено. Мы с учетом замечаний Уфас переработали конкурсную документацию. И сейчас уже конкурсная документация на стадии объявления. По арктической зоне у нас был конкурс объявлен. Но из-за того, что никто не заявился, мы сейчас корректируем эту документацию. Решаем, как лучше сделать для привлечения конкурсантов. Данил Семенович, еще такой вопрос. ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию. Все мы знаем, что сейчас идут пусконаладочные работы. В связи с чем? А вот эти временные отключения? Скажите, когда станция начнет работать в полную мощь? И мы уже будем обходиться без этих отключений плановых? ГРЭС-2 у нас было введено в конце октября. Мы разрешительные документы все получили. На данный момент оно эксплуатируется. Конечно, там установлено новое высокотехнологичное оборудование, которому персонал должен обучиться, научиться. И для того, чтобы отлаженная работа всех систем была, необходим определенный период. Но мы надеемся, что этот период быстро пройдет. И у нас уже больше не будут вот эти технологические нарушения, отключения. То есть пока еще говорить рано, сколько времени на это понадобится? Да, пока говорить рано. Но надеемся, что энергоснабжающие организации этот период быстро пройдет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, и совместный проект с японскими инвесторами по ветроустановкам. Две секунды у нас буквально. На каком этапе? У нас сейчас ведутся работы. Уже две фундаменты изготовлены. В этом году будет еще один фундамент. И в следующем году мы планируем уже начать работу, установку самого ветроустановки. Благодарю вас за беседу и нашим телезрителям. Я напоминаю о том, что у нас был в гостях министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Данил Савинов. Оставайтесь на нашем канале. Мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго.